Игорь Зайцев Коротко о главном сегодня Фальшивая жизнь, красивой не бывает за сбыт поддельных купюр На Кубани 31-летний приезжий может на 8 лет угодить за решетку А там уже не до комфорта Операция «Рулетка» Кто подскажет, где тихую гавань нашел для себя игорный бизнес в Краснодаре? Полицейские обращаются к горожанам за помощью Тройное ДТП у Дефановки пострадавших трое Происшествие привело к огромной пробке на дороге Кубанские правоохранители задержали предполагаемого фальшивомонетчика Стражи порядка считают, что с его легкой руки начался августовский переполох Когда Краснодар заполонили поддельные купюры Фальшивки стали чаще попадаться и в других населенных пунктах края В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий Сотрудниками подразделения экономической безопасности Противодействия коррупции МВД по Краснодару Была установлена возможная причастность к сбыту поддельных денег Приезжего из другого региона Также был установлен автомобиль, на котором передвигался подозреваемый Данная машина была объявлена в розыск По ориентировке указанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС На территории города Анапы За рулем был мужчина, ему 31 год В салоне оперативники нашли 150 банкнот Номиналом 5000 рублей на общую сумму 750 тысяч Еще пять таких же купюр они обнаружили в гостиничном номере Где остановился этот человек Деньги изъяли, эксперты установили, что все они поддельные Отпираться задержанному не было смысла А за что задержаны в городе Краснодаре сотрудниками полиции? За сбыт, хочу денег Сколько осуществили фактов сбыта? И каких купюр? Пятитысячные купюры Где-то 15 15 купюр? Ну, я не помню точно Примерно, да? Да, примерно В каких городах осуществляли сбыт? Краснодар и Анапы Следователи установили причастность мужчины Как минимум к 18 фактам сбыта фальшивок В отношении него возбуждено уголовное дело Ему грозит лет 8 тюрьмы Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Незаконный игорный бизнес На этом в ближайшие дни будет сосредоточено внимание краснодарских полицейских Сотрудники городского отдела МВД проводят операцию рулетка Эффективность данной работы напрямую зависит и от активной гражданской позиции Самого населения краевого центра Мы убеждены, что содействие правоохранительным органам со стороны граждан Даст возможность определить местонахождение подпольных игровых клубов Информацию можно сообщить как по телефону, так и направить по интернету Управление МВД России по городу Краснодару гарантирует конфиденциальность и анонимность Номер телефона и адрес электронной почты, по которым можно сообщить о злачных местах Сейчас на экране Операция рулетка продлится до 18 сентября включительно В управлении МЧС Края озвучили предварительную версию причины пожара в Северском районе Эксперты считают, что частный дом в поселке Афибский мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов Это видео сняли невольные свидетели происшествия и выложили в соцсети Напомню, огонь вспыхнул накануне вечером На пульт дежурного диспетчера сообщение о возгорании поступило в 19.15 Огнеборцы тушили пожар больше часа Пламя распространилось на площади в 150 квадратных метров В ликвидации пожара принимали участие 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники По их словам, в доме жили две семьи Судя по этим кадрам, из-за пожара они лишились крова Но самое главное, что никто не погиб и не пострадал Сочинские спасатели помогли туристу, который попал в беду на горе Ачишха в районе озера Зеркальное Мужчина повредил ногу и не мог идти Его нашли и на носилках доставили из труднодоступного места к машине скорой помощи Пострадавшего пришлось нести три часа В этой спасательной операции были задействованы семь человек личного состава Краснополянского отряда Кубань-Спас Еще одна группа спасателей подняла на борт катера, горожанина которого сильным течением унесло в море Несмотря на то, что в воде мужчина провел около часа, помощь медиков ему не понадобилась Благодаря спасателям благополучно вернулся домой и турист, который заблудился в Мостовском районе Его искали около двух суток Сотрудникам псибайского отряда Кубань-Спаса помогали их коллеги из Адыгеи и волонтеры Вместе они прошли не один десяток километров по горной местности Нашли туриста возле урочища Ачишбок Вывели его в безопасное место Медицинская помощь мужчине не понадобилась Дорожные полицейские Кубани выясняют причину массового ДТП в Туапсинском районе Сразу три внедорожника столкнулись недалеко от поселка Дефановка Пострадавших трое Сразу после аварии их госпитализировали Из-за ДТП на дороге образовалась огромная пробка Обездвиженными оказались оба направления Сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось организовать реверсивное движение Что же произошло? Ответ на этот вопрос у автоинспекторов будет после того, как закончат свою работу эксперты Пока же в ГИБДД края предпочитают не делать поспешных выводов Смертельное ДТП в Анапском районе Жертвой аварии стал 46-летний мотоциклист Случилось это на подъезде к поселку Большой Утриш По предварительным данным На закругленном участке дороги мужчина на мотоцикле слетел с трассы и врезался в ограждение Скончался он в карете скорой помощи Обстоятельства происшествия уточняют полицейские Продолжим автомобильную тему Предлагаю посмотреть подборку аварий, произошедших в Краснодаре за минувшие сутки Все снято на видео камерами городского наблюдения На северной и красной водитель легковушки притормаживает, чтобы пропустить машину скорой помощи Вот только шофер, который едет позади, не успевает нажать на тормоз Его машина останавливается уже после ДТП Торопятся и не соблюдают дистанцию автомобилисты на других перекрестках Вечером на Тургенева-1, ночью на углу Красной и Одесской А это уже Минская и Каляева и неудачная попытка проехать между двумя рядами транспортных средств Вот так не могут поделить дорогу водители на Красных Партизан и Аэродромной В течение суток на этом кольце сразу две похожие аварии Это была последняя информация нашего выпуска Соблюдайте законы, это поможет вам избежать многих проблем Мы следим за событиями, происходящими в нашем городе и крае, чтобы рассказать вам о них первыми Я не прощаюсь, встретимся в 18.50 Субтитры создавал DimaTorzok